Сегодня женщины хотят как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. И это касается не только кожи лица. За руками следует ухаживать не менее тщательно. Ювелирные изделия, драгоценные камни и элитные металлы хорошо смотрятся только на ухоженных, нежных, красивых ручках. Процедуры здесь не такие сложные, и если проводить их регулярно, кожа скажет вам спасибо. И как вы уже догадались, в эфире одна из очень полезных и любимых рубрик «Красота в деталях». Старение кожи рук начинается гораздо раньше, чем нам этого хотелось бы, и объяснять несколькими причинами. Кожа на руках очень уязвима, поскольку жировая клетчатка на тыльной стороне кистей немного тоньше. Точнее, даже не немного, а намного. А на остальных участках тела она, конечно, куда плотнее. По этой причине избежать сухости и обезвоженности в этой зоне довольно сложно. Неудивительно, что именно на руках быстрее всего появляется сеточка морщин. Влияние внешней среды. Внимание! Нежная, тонкая кожа рук страдает от жары и солнца, мороза и ветра. Всем знакомые цыпки, которые могут появиться после прогулки без перчаток зимой. И чрезмерная сухость после отпуска в жарких странах. Уход за руками летом и зимой должен быть регулярным. Контакт с бытовой химией. Уборка и мытье посуды без резиновых перчаток – еще один фактор, приближающий старение рук. Да и жесткая водопроводная вода не способствует молодости кожи. Кожа рук требует системной регулярной заботы. Кожа кистей более тонкая, чем кожа лица и содержит в 4-5 раз примерно меньше липидов, а ладонь и вовсе лишена сальных желез. Это значит, что руки подвержены обезвоживанию и нуждаются в ежедневном уходе. Запоминайте программу «Минимум». Увлажнение. Увлажняющий крем для рук должен быть всегда рядом. На полочке в ванной, на кухне, в бардачке, в машине, в сумочке, везде, где возможно. Используйте его каждый раз после мытья рук, а при нанесении делайте специальную гимнастику. Слегка потяните за каждый пальчик по очереди. Угу. Специалисты рекомендуют наносить увлажняющий крем с глицерином, соком алоэ, экстрактами лекарственных растений как минимум 2 раза в день. Вместо крема для рук можно использовать средства для лица. Главное, чтобы текстура была нежирной и нелипкой. Важно, чтобы крем быстро впитался. Пару раз в неделю отшелушивайте кожу рук с помощью скраба, пилинга-скатки, крема-эксфолианта. Затем наносите на кожу увлажняющий или питательный крем, а в кутикулу массажными движениями втирайте масло. При уходе за руками и ногтями в домашних условиях мастера по маникюру советуют ухаживать за кутикулой ежедневно. Кстати, я так и делаю. Чтобы смягчать ногтевое ложе, всего лишь навсего мы наносим масло. Далее, питание. Если кожа рук слишком сухая и чувствительная, реагирует на ветер и мороз с шелушением, а после мытья беспокоит ощущением стянутости, используйте по вечерам жирный питательный крем, а еще лучше бальзам. Благотворно на кожу рук действуют питательные маски. Наносите их два раза в неделю густым слоем на 10 минут. Затем просто смойте водой. Защита. Чтобы предупредить гиперпигментацию, защищайте кисти от воздействия солнечных лучей с помощью кремов с SPF. С апреля по октябрь в жарких широтах, с мая по сентябрь во всех остальных регионах. Запоминайте, друзья, ежедневный уход за руками в домашних условиях. Каким он должен быть? Правила ухода за руками на каждый день. Самые простые, сейчас я с вами ими поделюсь. После контакта с водой насухо вытирайте руки и наносите увлажняющий крем. Мойте руки теплой, но не горячей или холодной водой, особенно если беспокоит сухость, шелушение или же трещинки. Для мытья рук выбирайте мягкие очищающие средства с кислотно-щелочным балансом не выше PH5. После работы в саду ни в коем случае не трите руки жесткой мочалкой. Во время уборки используйте хозяйственные перчатки. Они защитят вашу кожу от взаимодействия с бытовой химией. Уход за руками в разном возрасте. И тут тоже внимание. Как уже было сказано, выше кожа рук склонна к преждевременному старению. Чтобы приостановить процесс, ухаживайте за ней в соответствии с возрастными рекомендациями. Как ухаживать за руками в 20+. Уход за руками в домашних условиях в таком возрасте прост. Главное средство – крем для рук с глицерином, маслами, жирными кислотами. Для мытья подойдут средства с нейтральным PH. А при выполнении хозяйственных работ не забывайте про перчатки. Как ухаживать за кожей рук в 30+. Этот возраст требует большей самоотдачи. Кожа начинает терять тонусы и упругость. Острее реагирует на агрессивные воздействия, а для восстановления требует чуть больше времени, чем раньше. Ваш выбор – это крема с антиоксидантами, а также компонентами, стимулирующими обновление клеток и улучшающими микроциркуляцию. Один-два раза в неделю используйте мягкие скрабы или кремы с анокислотами. Совмещайте их, нанесение и массаж кожи рук обязательно. Как правильно ухаживать за руками в 40+. Кожа рук еще более уязвима для агрессивных факторов среды. Экстремальные температуры зимой и летом вызывают обезвоживанность и шелушение. Солнечное излучение провоцирует гиперпигментацию. Избавиться от которой, кстати, очень сложно. К ежедневному увлажнению кожи добавьте питание. Вам также помогут отшелушивающие процедуры, маски, парафинотерапия и обертывание. С приближением 50. Кожа на руках истончается, а ее защитные функции заметно ослабевают. Уход за кожей рук в домашних условиях в таком возрасте должен быть регулярным и усиленным с использованием специальной косметики. Используйте антивозрастные кремушки с повышенной концентрацией питательных и влагоудерживающих компонентов растительными маслами. А в летний период с фактором защиты от ультрафиолета. Для более эффективного ухода за кожей рук можно обратиться за помощью к косметологу. Сегодня для антивозрастного ухода за руками применяют 1. Пилинг с кислотами. Они обладают отбеливающим эффектом и позволяют избавиться от мелких морщин. 2. Парафинотерапию. Расплавленный парафин смягчает кожу рук. 3. Мезотерапия. Инъекции мезококтейлей с витаминами, пептидами, аминокислотами, гиалуроновой кислотой разглаживают и освежают кожу рук. 4. Биоревитализация. Инъекционная, введенная в кожу гиалуроновая кислота дает длительный увлажняющий эффект, повышает тургор и тонус, разглаживает морщинки. Массаж для рук. Это самое простое, что вы можете сделать для ухода за кожей своих ручек. Ежедневный самомассаж. Он поможет избежать отсеков, улучшит кровоснабжение и смягчит кожу. Особенно массаж показан тем, у кого руки мерзнут даже летом. При нанесении крема для рук двигайтесь легкими круговыми движениями от кольчиков пальцев к запястью. 5. Уход за руками. Уход за руками – это важная часть жизни женщины, а сегодня и мужчины. И если следовать нехитрым рекомендациям профессионалов, то кожа станется молодой и красивой гораздо дольше. С вами была я, Алика Богатырева. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!